Меня зовут Малкина Пых Ирина Германовна. Я ведущий научный сотрудник отдела экологии человека в Центре междисциплинарных исследований по проблемам окружающей среды Российской Академии Наук. Я доктор физико-математических наук по специальности биофизика. Тема моей лекции – это психосоматические расстройства и заболевания, возможности психологической коррекции и психотерапии. Ну и начну я, естественно, с определений. Значит, что такое психосоматика? Термин этот был введен немецким психиатром Хайнротом в 1818 году. И этот перевод с греческого – психия душа, сома тела, то есть направление в науке, которое занимается изучением влияния психологических, преимущественно психогенных факторов, на возникновение и последующую одинаковую соматических, то есть наших физических заболеваний. В современной классификации к психосоматическим заболеваниям и расстройствам отнесены четыре такие вот большие группы, условно. Вся, как любая классификация, это очень условно. Во-первых, психосоматические реакции, то есть сильные психологические переживания, которые имеют соматический ответ. Мы трясемся от страха, опять-таки можем дрожать от влюбленности, но, так сказать, наше тело реагирует на наши эмоции. Второе, тоже более классическая такая группа – это конверсионные симптомы. Когда невротический конфликт соматически перерабатывается и превращается в телесный симптом. Первое известное – это была теория конверсии Фрейда, когда он изучал истерические параличи. Ну, также хорошо известна психогенная слепота, глухота, рвота, болевые феномены, которые никаким образом не диагностируются и так далее. Третье – это функциональные синдромы или как органные неврозы в одной из классификаций. То есть разнообразные нарушения в органах, которые рассматриваются как телесные проявления, сопровождающие аффект. Например, ков в горле, внутреннее беспокойство, затруднение дыхания, депрессия, ощущение области сердца, симптомы страха. И, наконец, последнее, большое, то, что называется настоящими психосоматозами, органическими психосоматозами. Здесь у меня вынесено то, что называется святая семерка. Это те, которые изучал отец, как считается, современной психосоматики, Франц Александер. К ним относятся бронхиальная астма, язвенный колит, эссенциальная гипертония, нейродермит, травмотоидный артрит, язва 12-перстной кишки и гипертиреоз. Для каждого из этих заболеваний Александер описал специфический психодинамический внутренний конфликт, который прожидает данное вполне органическое заболевание. Ну и хотя чаще всего в психосоматике разделяют направление либо психологическое, либо медицинское, на самом деле она в настоящее время уже является совершенно междисциплинарной наукой. Потому что, с одной стороны, она служит лечению заболеваний, следователь находится в рамках медицины, она исследует влияние эмоций на физиологические процессы и является предметом физиологии. Как отрасль психологии она исследует поведенческие реакции, связанные с заболеваниями, психологические механизмы, которые воздействуют на физиологические функции. Поэтому это отрасль психологии. Как раздел психотерапии она ищет способы изменения деструктивных для организма, способов эмоционального реагирования и поведения. И как социальная наука она исследует распространенность в психосоматических расстроях, их связь с культурными традициями и с условиями жизни. В настоящее время считается, что на современном этапе существует несколько объяснений, много объяснений на самом деле. В объяснении возникновения психотематических заболеваний признается их многофакторность. Вот какие основные из них, опять очень условно. Неродинамические сдвиги, связанные с изменением деятельности центральной нервной системы. Предполагается накопление аффективного возбуждения, тревоги, напряженной вегетативной активности, которая, естественно, конвертируется в соматическое расстройство. Личностные особенности. Ну, например, опять, например, я об этом буду дальше много говорить. Анафантилизм. Алекситемия. Алекситемия. Алексос тимос. Нет слов для чувств. Человек не понимает, что он чувствует, не может эти эмоции описать и не понимает, что чувствуют другие люди. Очень серьезные факторы риска именно при возникновении психотематических заболеваний. Значит, перфекционизм, трудоголизм. Ну, тут, как говорится, дальше. Черты темперамента. К примеру, низкий порог чувствительности раздражителем. Трудности адаптации. Высокий уровень тревожности. Замкнутая сдержанность. Как видите, вторая и третья очень сильно пересекаются. Значит, семейная ситуация. Всем родом из детства, соответственно, всем родом из семьи. И семья является вообще одним из основных факторов и возникновения психотематических заболеваний в том числе. Значит, события, приводящие к серьезным изменениям в жизни. То есть, на самом деле, то, что мы воспринимаем как стресс. Стресс – это, как вы понимаете, не само событие. Стресс – это наша реакция на событие. Для кого одно событие – это сплошное удовольствие, для другого – это вообще ужасный кошмар. Значит, неспецифическая наследственная врожденная отягощенность соматическими нарушениями и наследственная предрасположенность к психосоматическим нарушениям. Знаете, я все-таки включила в этот список вот эти два последних пункта, но я хочу про них сказать несколько слов. То есть, объяснить, в какой парадигме я подхожу к вопросу исследования и коррекции психосоматических заболеваний. Значит, первое. Поломки хромосомы генной мутации, тот результат, к которому они приводят, с моей точки зрения, к психосоматическим заболеваниям отнесены они быть не могут. Это вот из наиболее распространенных – это синдром Дауна и гемофилия. Это генетически наследуемые заболевания, которые манифестируют, то есть проявляются сразу, как только ребенок рождается. И никаким, так сказать, внутренним конфликтом эти заболевания отношения не имеют. Точно так же. Вот таких заболеваний примерно 1500, но известно, ими болеют полпроцента населения земного шара. Из наиболее известных, я вам сказала, это синдром Дауна и гемофилия. Остальные, я вас уверяю, если вы не медики, вы даже никогда не слышали названия этих болезней. А вот те болезни, которые действительно относятся к психосоматическим, то есть астма, язва, ревматоидные артриты. Вы знаете, вопросы механизма генетической передачи до сих пор не выявлены. Не выявлены гены, которые отвечают за генетическую передачу этих заболеваний. Может передаваться предрасположенность, выявлены совокупности генов. Но вот я специально посмотрела, сколько генов считается за возможную генетическую передачу бронхиальной астмы. Вы знаете, это две страницы А4 десятым кеглем. То есть практически весь геном, он отвечает за то, что у нас может быть возникну бронхиальная астма, если бронхиальная астма была у кого-то из наших родителей. Значит, я пояснила, да, это мое личное персональное мнение, так сказать, не истинно в последней инстанции. Тем не менее. Дальше. Общих психосоматических теорий и моделей, которые объясняют с разных точек зрения, почему все-таки возникают психосоматические заболевания, на самом деле около 300. Естественно, даже по одному слову я о каждой из них сказать не могу. Я скажу о тех, которые, с моей точки зрения, являются как бы основными. Их все, эти, так сказать, модели можно разделить на три большие группы. Это, во-первых, психоаналитические и психодинамические концепции. Это интегральные модели. И это нейропсихологические модели или психофизиологические модели. В зависимости от того, какой объяснительный механизм ставится во главу угла. Плюс немножечко отдельно стоят характерологически ориентированные направления и типологии личности. И вот в этом смысле становится понятно, что вообще психосоматической медицине не сто лет, как это обычно считается. А еще Гиппократ и Галлен занимались тем, что они смотрели, как тип темперамента и тип характера может влиять на заболеваемость человека теми или иными болезнями. Более современное направление – это Эрнст Кречмер и Уильям Шелдон. В частности, Кречмер предложил делить людей по типу телосложения на астеников или лептоосомных, атлетиков и пикников. И в зависимости от того, к какому типу, понятно, что мы все нечистые, но может что-то проявляться более ярко. И в его теории, например, психосоматическими заболеваниями в основном заболевают астеники, то есть лептоосомные. Хотя не совсем так, но это вот его. Уильям Шелдон тоже предложил трехкомпонентную модель личности. В зависимости от того, значит, три зародышевых листка, из которых формируется все человеческое тело, значит, эндометрий – это то, из чего формируются внутренние органы, мезометрий – это то, из чего формируется скелет, и эктодерма – это то, из чего формируется кожа, мозг, нервная система. В зависимости от того, значит, получается человек желудочный, мускульный, либо мыслительный. Опять-таки, в зависимости от того, это все тоже, естественно, по типу характера. В зависимости от того, к какому типу больше принадлежит человек, к таким заболеваниям он и будет склонен. Считается, что на такую научную основу психосоматические исследования поставил, естественно, Сигмунд Фрейд, который предложил в свою теорию конверсии конверсионную модель, когда он занимался истерическими параличами и показывал, как вытесненные неприемлемые эмоции конвертируются в тело и приводят к соответствующим поражениям уже физических органов. Также он еще предложил теорию невроза тревоги, немножко отличающуюся. На самом деле, это тоже все то же самое, когда эмоции конвертируются в органический симптом. Тоже к психоаналитическим относятся теория дессоматизации Шора, концепция потери объекта Фрайбергера, мотеля отказа от веры в будущее, концепция двухфазной защиты. Они все в основном говорят о чем? О том, что в детстве ребенок это единое психосоматическое единство. Соответственно, все его эмоциональные проявления обязательно имеют соматический ответ. И наше тело это запоминает. Потом, по мере того, как дифференцируются, усложняются структуры, значит, уже эмоции получают более вербальный ответ. Но в каких-то ситуациях очень сильно стрессовых, может человек вернуться на довербальную стадию развития и опять начать реагировать телом. Вот эта теория дессоматизации Шора. Концепция потери объекта говорит о том, что очень часто у людей перед наступлением психосоматического тяжелого заболевания случилась потеря какого-то, это может быть не обязательно близкого человека, это может быть потеря работы или чего-то очень значимого в жизни. И человек, не сумев переработать этот травматический опыт, как это положено на уровне психологии, имея незрелые психологические защиты, опять это все уходит в тело. Значит, модель отказа от веры в будущее, она тоже связана с тем, что когда с человеком случается какое-то очень сильное травматическое, с его точки зрения, травматическое событие, то человек уходит в своем реагировании и в том, как он справляется с этой ситуацией, опять-таки, на совершенно младенческий довербальный уровень развития. Концепция двухфазной защиты говорит, опять-таки, о том, что сначала человек пытается справиться с тем, что он считает стрессовой ситуацией на уровне психологии, на уровне коппинга. Если это не получается, в дело вступает тело. Как я люблю говорить, тело – наш последний бастион. Если у нас не получилось справиться с ситуацией, тело говорит, ну все, спокойно, сейчас я возьму все на себя, и тебе вообще ничего не надо будет решать. Значит, есть еще, значит, также в этот список входят когнитивный подход к специфике психосоматического расхода, схема тела и теория нарушений структуры ЯОМОНа. Это все тоже связано с тем, как человек развивается как психосоматическое единство, как он себя ощущает, как он позиционирует свое тело. Схема тела имеет отношение отнюдь не только к физическому нашему телу. Это такой психофизиологический, очень сложный конструкт. Теория нарушения структуры ЯОМОНа считается, что если у матери своя идентичность была недостаточно разработана, то может случиться так, что ребенок не сумеет выстроить нормальные границы с окружающим миром. То есть если у Шильдера это все-таки конфликт с самим собой, то у ОМОНа это конфликт с первичной группой. Ну, конфликт или нарушение взаимодействия с первичной группой. И вот дальше теория специфического психодинамического конфликта Александера, потому что он тоже считается самым-самым основателем психосоматической медицины. Когда он разработал, он сказал, что органическое повреждение является не следствием конверсии, а просто сопровождает очень сильное эмоциональное переживание. Он разработал теорию вегетативного невроза. То есть у нас невроз в теле. Ну, поединческие модели, они связаны, опять-таки, с неверным обучением человека, как нужно справляться с трудностями, и что в этом мире важно, а что нет. Дальше интегративные модели. Ну, уже совершенно по самому названию понятно, что если предыдущие модели, они весь упор делали на психологическую компоненту, на эмоциональную компоненту, на аффект, то интегративные модели пытаются учесть как бы все. Они пытаются учесть и биологию, и социальную среду. Я не буду о них подробно рассказывать, ну, потому что, собственно, суть их именно в этом, что они пытаются учесть причину возникновения психосоматических заболеваний комплексно, вот, со всех, и иммунологию, и, так сказать, окружающую среду, все. Значит, следующее, которое, наверное, тоже, наверное, контегративное. Теория функциональной асимметрии мозга. Концепция алекситомии, выученной беспомощности, поискового поведения. Ну, вот я вам уже говорила, что такое алекситомия. Алекситомия – это нет слов для чувств. Как это возникает? Естественно, это возникает, когда у ребенка в детстве накладывается очень сильный запрет на проявление чувств. Не кричи, не бегай, не плачь, не выражай свои эмоции, ребенок к этому приучается. Соответственно, дальше он перестает распознавать вообще, что он чувствует, и тем более он не может об этом рассказать. Если брать на уровне органики, то считается, что этот феномен алекситомии он связан с нарушением функциональной асимметрии мозга, взаимодействия правого и левого полушария и недостаточной развитости именно правого полушария, не левого логического, а правого нашего эмоционального, добербального синтетического. Отсюда же вытекают и концепции выученной беспомощности, когда человек, несколько раз столкнувшись с тем, что его стратегии преодоления каких-то ситуаций не работают, он впадает в состояние, что я вообще ничего не могу, отстаньте от меня, не трогайте меня и даже не приближайтесь, потому что все равно у меня ничего не получится. Поисковое поведение противоположно выученной беспомощности и является очень хорошим прогностическим предупреждающим фактором от возникновения психосоматических заболеваний. Какие-то были данные по концлагерям немецким, что люди, которые впадали в выученную беспомощность, что, я думаю, совсем несложно было, они погибали практически самые первые. И третий блок, опять-таки, общих психосоматических теорий моделей – это психофизиологически ориентированные модели, которые все-таки во главу угла ставят физиологию. В первую очередь, теория стресса, которую первый выдвинул Кеннон и уже оформил и завершил Ганс-Селье, что при стрессе вырабатываются определенные гормоны, которые способствуют убей или убеги, поскольку современный человек чаще всего не может делать ни то, ни другое, начинается возбуждение вегетативной нервной системы, соответственно, это переходит в органику. Классическая условно-рефлекторная модель Павлова. На животных очень интересно. Животное заболевает психосоматическим каким-то заболеванием, когда идет шибка двух условных рефлексов. То есть, когда один и тот же стимул вызывает к жизни совершенно противоположные рефлексы, например, пищеварительный и оборонительный. И все, тут все летит. Психоэндокринная и психоиммунная, опять-таки, это рассматривают, какие гормоны за что отвечают. В возникновении гормоны, их баланс, их дисбаланс, их отсутствие, их наличие отвечают за возникновение психосоматических заболеваний. Синдром дефицита удовлетворенности Павлёму тоже туда же. Он говорит о том, что у нас в мозгах есть определенная структура, мозговая структура, которая вырабатывает гормоны удовольствия, грубо говоря, эндорфины. Если эта выработка почему-то нарушается, то человек начинает пытаться искать удовлетворенности самыми разными способами. И вот еще у меня здесь, я их просто перечислю. Психосоматический симптом как результат нарушения самоуважения, эго-психология, кокот. Психосоматический симптом как результат нарушения объектных отношений, как результат ролевого конфликта, как результат интроекции дисфункциональных базисных схем, когнитивные теории, как результат дисфункции семейной системы, неполноценность органа Адлер, базовая тревожность, психосоматических нарушений, импринтинга. Их, в общем, 300. Они все с разных сторон пытаются объяснить, почему мы заболеваем психосоматическими заболеваниями и зачем же нам это надо. Тем не менее, если мы посмотрим, вы вспомните все, о чем я вам сейчас уже рассказала, здесь становится очевидна одна такая базовая вещь. Психосоматическое заболевание возникает тогда, когда у человека не развито, или развито недостаточно, или развито неправильно способность справляться с требованиями окружающей жизни. И тогда опять-таки на себя берет, посмотрите, практически все модели говорят об этом. То есть с разных сторон, с разных аспектов, но речь идет об этом. Действительно, было... Значит, вот, я тут написала, что можно почитать более подробно по поводу различных теорий. Значит, вот Бройтигам переводная, Кулаков очень хороший, Сергей Александрович прекрасный психосоматик, просто великолепный. Все его книги вам очень рекомендую. Любан Плотцев, Сандомирский. Ну, Сандомирский тоже неплохо, но немножко по-другому. То, что можно почитать вот именно об общих теориях и различных теориях возникновения и развития психосоматических заболеваний. Ну, кроме, значит, вот этих теорий, что еще сделали психологи? Они выяснили основные как бы источники эмоционально обусловленных заболеваний. И вот какие это источники. Значит, внутренний конфликт. Чаще всего это внутренний конфликт между должен и хочу. Бывают, конечно, другие варианты, но это наиболее распространенный. Эффект внушения. Значит, вы понимаете, если человек все время говорит, ну, ты тупой, да, особенно ребенку, ну, будет беда. Если ребенку говорить, ой, деточка, вот у бабушки были слабые ноги, вот у меня слабые ноги, и у тебя наверняка будут слабые ноги. Это же передается по наследству. Будут слабые ноги, не сомневайтесь. Будет абсолютно что угодно. Значит, элементы органической речи. Ну, это понятно. У меня за него сердце болит. Ну, болит, да. Вот у меня там от нее голова кругом идет. Идет. Значит, идентификация. Это вот очень интересный механизм. Идентификация – это значит, когда человек очень уважает какого-то другого человека, очень к нему относятся, с уважением, с любовью, очень хочет быть на него похож. А человек этот обладает вот той самой болезнью, да, какой-то психосоматической. А это входит в весь комплекс. У меня был случай, я много занимаюсь коррекцией веса, у меня была клиентка, один из лучших ортодонтов города Санкт-Петербурга. Полная, полная женщина. Начали мы выяснять, ну, в чем дело. Оказалось, что когда она была в ординатуре, у нее была руководительница, наставница, великолепный зубной врач, но с очень большим лишним весом. Вот пока мы до этого не докопались, никакие там супертехники не работали. Дальше, самонаказание. Очень распространенный, опять-таки, в нашей культуре источник, поскольку у нас чувство вины – это вообще такая, как плавающая тревога. Ну, а если есть вина, то, соответственно, она требует наказания. Наказать себя при помощи психосоматического заболевания очень даже миленько, да, так галочку выставил, все, значит, больше, боженька, ты меня… Я уже все, да, вот, я уже себя наказал. Значит, болезненный травматический опыт прошлого. Действительно, вот сейчас много есть исследований с посттравматическим стрессовым расстройством. Действительно, он является таким предвестником, ну, посттравматическое стрессовое расстройство, я знаю, вы понимаете, знаете, да, это после каких-то таких очень серьезных, после войны, после захвата в заложники, после изнасилования. Действительно, этот синдром очень трудно переработать на психологическом уровне. И он перерабатывается на уровне соматики очень часто. Ну, и вот последний, как бы мой самый любимый, наверное, мотивация или условная выгода. Что это такое? Значит, существует пять основных целей, опять условно, больше, больше, конечно, которые могут быть достигнуты при помощи болезни. Любая болезнь дает разрешение уйти от неприятной ситуации и решение сложной проблемы. Все, я лег, у меня болит сердце, отстаньте от меня. Предоставляет возможность получить заботу, любовь, внимание окружающих. Значит, я буду об этом дальше говорить. Проблема в том, что очень часто ребенок не может добиться от матери того, что ему нужно. Маленький ребенок, я имею в виду, совсем маленький. Не может добиться от матери того, чего ему нужно, только при помощи психосоматического заболевания. Или, например, получить какое-то послабление, опять-таки, от родителей, чтобы они его не так строили. Тут заболел. Дальше. Дарит условия для того, чтобы переориентировать необходимую для разрешения проблем психическую энергию или переставлять свое понимание ситуации. Но это вот очень как раз имеет отношение к простудным заболеваниям. Мы чаще всего заболеваем простудой такой, ну, самой элементарной. Тогда, когда мы уже очень устали, мы себя загнали, и нам явно нужно время на то, чтобы, как говорится, перестроить ряды. И вот тут вот простуда, она тут самое, что ни на есть. Предоставляет стимул для переоценки себя как личности или изменения привычных стереотипов поведения. Ну, и убирает необходимость соответствовать всем высочайшим стандартам, которые привеляют вам окружающие или вы сами. Опять-таки, классификация условная. Да, наверное, вторичная, это то, что называется вторичная выгода психосоматического заболевания. Наверное, гораздо больше. Ну, я остановилась на это. Соответственно, у нас на поверхности, по-моему, лежит вопрос. Откуда же это в нас все берется-то? Почему мы, да, вроде бы книжки про позитивное мышление читаем, и лекции слушаем, и вообще все знаем, что нервничать не нужно, и реагировать там так вот не нужно, а все равно реагируем. Вот в чем? В чем тут такая вот закалывайка? Оказывается, вот в чем. Не так давно, да, вот этим исследованиям в нейропсихологии, о которых я сейчас буду рассказывать, им всего, где-то им еще десяти лет нету. С того момента, как появились томографы, которые позволили неинвазивно мерить электрическую проводимость мозга, в том числе у очень маленьких детей. То есть, чтобы наблюдать и смотреть, как развивается мозг на самом деле. Да, потому что, понимаете, ну вот пока таких вещей не было, как вот я буквально вчера выяснила, оказывается, ни физиологи, ни нейропсихологи даже не представляли, в каком месте нашего головного мозга локализуются центры речи. Вот вроде решили, что там у правшей в левом полушарь, а выяснилось, что совсем даже нет. И вот когда появились вот такие томографы, стало возможно смотреть, что же происходит на стадиях развития психикорепетка и как на самом деле созревает мозг, и как на самом деле формируется то, что мы называем моделью мира. То есть нашим представлением о мире вообще, о том, что хорошо, что плохо, что допустимо, что недопустимо, на что как надо реагировать. То есть это, что называется, это может называться моделью мира, это может называться ментальной моделью, это может называться внутренней рабочей моделью, это может называться базовыми установками, но суть одна. Значит, у нас, после того, как мы родились, у нас моментально начинает формироваться вот эта модель мира, в зависимости от того, как с нами общается, как с нами обращается тот, кто за нами ухаживает. Но чаще всего это, естественно, мать. Поэтому, значит, если мы посмотрим стадии развития психики ребенка, орально-сенсорная до года, мышечно-анальная, локомоторная, гениальная, до 3,6. По пиаже сенсомоторная до 2 лет, предоперационная до 2-7 лет. Вы знаете, что интересно, еще до изобретения всех этих томографов, что выяснили психологи, что большинство людей, 98%, ничего не могут вспомнить о себе до 3 лет. Ну вот вообще ничего, что происходило с ними в жизни. Бывают, конечно, исключения, но исключение подтверждает правила. И даже это все получило название младенческое амнезия. Ну, психологи, пока не появились вот эти аппаратурные возможности исследования, никак не могли понять, почему же мы забываем. А выяснилось, что таким образом... А, ну, конечно, Фрейд придумал, что вытесняют, если это травматический опыт, то, естественно, человек вытесняет и этого вспомнить не хочет. И вообще задача психоанализа – вот это все вытесненное вынуть, и тогда человек перестает быть невротиком. То есть здоровые люди не вытесняют. Оказалось, это неправда. Оказалось, что вытесняем абсолютно мы все. Причем вытесняем не потому, что этот опыт травматический, а потому что там лежит такое количество информации, что держать это в оперативке просто неэкономно. Это значит, что выяснилось, что вот на этих стадиях развития, значит, от нуля и до трех лет, в первую очередь, у ребенка формируется, ну, кроме того, что как ходить, как лежать, формируется еще, опять-таки, все представление о мире. Можно ему доверять, нельзя ему доверять. Как можно получить то, что ты хочешь? А у ребенка, на самом деле, как вы, наверное, все понимаете, единственная задача – это выживание. Выживание, причем выживание максимально комфортно. Как можно от мамы получить то, что мне нужно? И вот весь вот этот опыт от нуля до трех лет формируется у ребенка в правом эмоциональном невербальном полушарии. И в это время левое полушарие, оно еще даже не начало созревать. Оно начинает созревать, то есть наше вербальное, которое объясняет, почему наша модель мира такая, какая она есть. Да, оно начинает созревать только с трех лет где-то. Там к семи годам оно уже как-то созрело достаточно для того, чтобы ребеночек мог пойти в школу. Ну, в общем, наша модель мира к семи годам, она уже полностью сложена. Она находится в имплицитной, так называемой, неосознаваемой процедурной памяти, и к ней нету прямого доступа. То есть, как бы вот человек не понимает, почему он каждый раз наступает на одни и те же грабли. Потому что у него там так заложено, что вот в этой ситуации для того, чтобы получить то, чего ты хочешь, ты должен вести себя вот таким вот конкретным образом. Собственно, вот, значит, плюс еще, что очень интересное выяснилось, что оказывается, вся наша память хранится далеко не только в нашем головном мозге. Наша память хранится абсолютно во всем теле. И это было названо, значит, соматическими маркерами. Антонио Дамасио не так давно, да, вот он придумал это название, что память, как бы вся наша память, в том числе память, связанная с социальными, или в первую очередь память, связанная с социальными взаимодействиями, она хранится в теле. И вот совсем недавно появилась такая теория, которая называется, я не знаю, как это перевести на русский, вот я перевела как теорию телесного воплощения, эмбодимент, то есть во втелеснении, то есть на самом деле, что тело и мозг влияют друг на друга гораздо сильнее, чем это принято было считать, причем это двустороннее движение, да, то есть как мозг влияет на тело, так и тело, и то, что с ним происходит, очень сильно влияет на развитие мозга. Вот, значит, я понятно объяснила, да, то, как я понимаю, что, собственно, происходит с нами в жизни, да, причем про психосоматические заболевания, тут как бы даже двойная связка очень любопытная, но первая связка, что если ребеночек приучился получать что-то от окружающего мира только при помощи, ну, во-первых, негативных эмоций, раз, во-вторых, при помощи болезни, два, то понятно, что он потом будет это делать. А плюс еще, может быть, и второй момент, что ребеночек просто у него там заложилось, что болезнь – это хорошо. Ну, вот кто может поручиться, что мама, например, такое не транслирует? Ну, я – нет. Поэтому вот это все имеет отношение совершенно непосредственно и к психосоматическим заболеваниям тоже. Поэтому, понимаете, с точки зрения вот, как бы общей структуры, да, люди с психосоматической, и с точки зрения, ну, общей подхода к психокоррекции психотерапии, значит, люди с психосоматическими заболеваниями и просто невротики сильно друг от друга не отличаются. И у тех, и у тех просто неконструктивная модель мира, да, и разбираться надо с этим. То есть что там заложено, почему? Почему ты так реагируешь, и вот уже дореагировался до того, что у тебя язва желудка, да, у язвы желудка, там известный психоэкономический конфликт, это между желанием заботы и желанием свободы. И вот язвы не корвется шинами. А, ну, еще, значит, по поводу того, как объясняется вот возникновение таких неадаптивных схем, это очень популярная на Западе теория стилей родительской привязанности. В первую очередь это имеется в виду мать. Причем она была, как бы, предложена где-то вот в 60-е, 70-е годы, и получила сейчас новый импульс, когда вот появились возможности вот этих томографических исследований. Это Джордж Болби и Мэри Айнсворд. И, значит, они говорят, что у матери по отношению к ребенку может быть четыре стиля. Один безопасный, то есть когда мать абсолютно адекватно отвечает, во-первых, ребенка не боится, во-вторых, готова к тому, как выглядит на самом деле быть матерью младенца, и отвечает адекватно на все его потребности. Именно адекватно. Не адекватно себе, а адекватно ему. И три стиля опасные. То есть вот стиль безопасный. Сейчас есть много и неаппаратурных исследований, когда есть опросники по поводу стиля родительской привязанности. Действительно выясняется на большом, очень статистическом материале, что люди, у которых, матери которых относились к ним в безопасном стиле, действительно, они гораздо более успешны в жизни, они гораздо более уверены в себе, у них высокая самооценка. В общем, все как надо. И три стиля безопасных. Три стиля опасных. Это тревожно-амбивалентный. Это когда мамочка сегодня ведет себя так, а завтра вот так. И ребеночек вообще не понимает, что надо делать, чтобы мама прореагировала так, как ему нужно. Потому что это, в принципе, невозможно. Второй избегающий. Это чаще всего, когда женщина, у меня тоже консультирует такие вещи, бывает, говорит, ну я не представляла себе, что это так выглядит, вот, молоденец. Я говорю, а что, ребенок нежеланный? Нет, ребенок желанный, мы его планировали, я говорю, книжки не читали, у подружек не видели. Нет, ну на себе, ну вот, совершенно, да. И вот очень хорошо, пусть его заберут куда-нибудь, все. И дезорганизованный стиль. Дезорганизованный, он немножко похож с тревожно-амбивалентным, но он еще хуже, потому что в этот дезорганизованный стиль еще включаются элементы насилия, там физического, психологического, всякого. И вот, значит, если мамочка себя ведет не в том стиле, в котором это конструктивно и полезно, наша модель мира соответствующим образом формируется. Да, вот это и формирует нашу модель мира. Плюс еще, это то, что у нас более принято, теория психосоматогенной семьи. Причем, ну, очень много характеристик этой психосоматогенной, как это выглядит, какие там признаки, что там происходит. Но вот я выделила на самом деле два, под которые можно подвести практически все. Это в семье два вида внешних воздействий. Либо запрет ребенку на достижение желаемого, либо принуждение к совершению нежелаемого. И вот, значит, наша модель мира, она сформировалась. Причем, еще раз повторяю, проблема-то не в том, что она сформировалась, а проблема в том, что у нас к ней нет прямого доступа. Хотя я вам и сказала, что с точки зрения общей теории психокоррекции и психотерапии разницы между невротиками и психосоматиками нет, но это не совсем, конечно, так. Потому что психосоматики имеют некоторые очень специфические особенности, которые невероятно затрудняют психотерапию и психокоррекцию. Во-первых, это алекситимия. То, что в популяции людей с психосоматическими заболеваниями алекситимиков гораздо больше, чем в нормальной популяции, это клинический факт, который я знаю, я сама с этими опросниками работала. Второе, довольно сильная озлобленность, так сказать, у людей с психосоматическими заболеваниями. Вот этот феномен мне пока не очень понятен. То есть что причина, что следствие, может быть, опять двусторонняя дорога. Потому что из психосоматических моделей есть еще одна теория враждебности. То есть если человек безумно враждебен к окружающему миру и считает мир враждебным по отношению к себе, то это тоже есть основание для того, чтобы развивалось психосоматическое заболевание. Дальше, опять-таки, в нашей западной медицинской модели болезни за отверженная выученная соматическая интерпретация болезни. Доктор, у меня желудок болит. Что вы мне про мозги-то про мои? Вы вообще о чем? Вы сами-то понимаете, что вы говорите? У меня болит желудок. И вот пока этот барьер не пройден, естественно, никакая психотерапия, никакая психокоррекция. Ну, об этом даже лучше не говорить. Соответственно, здесь же настроено на медикаментозное лечение, что наши врачи очень любят поощрять. Часто они же вообще даже не объясняют, что и почему, зачем они выписывают. Потом посмотришь противопоказания и скажешь, ну, знаете, вы меня лучше сразу закопаете, лекарства пить я не буду. Значит, перекладывание ответственности на психотерапевта, опять-таки, в медицинской модели. Понимаете, уж даже если есть невротиков, у меня иногда бывает, когда люди мне говорят, нет, вы мне скажите, как мне надо жить. Я говорю, нет, пардон, я не знаю, как вам надо жить, но вы же как-то живете. Я говорю, вы знаете, это моя жизнь, вам, наверное, надо жить как-то по-другому. Тем не менее, очень большое желание получить готовый совет, чтобы потом еще и не нести ответственность за его результат. Понятно, да? И наличие неадекватной внутренней картины болезни и представление о собственной способности влиять на симптомы. Опять в этом смысле, конечно, наша медицина западная постаралась на все сто, как говорится, потому что... Причем тут психология, причем тут психика? Какая модель мира? О чем вы? Значит, основные цели и задачи психотерапии психосоматических растущих заболеваний. Ну, самый, на самом деле, сложный и самый первый – это установление психологического контракта. Вот если мы это... Ну, естественно, еще неплохо было бы, чтобы человек... Ну, естественно, и невротиков не надо брать в консультирование, если его кто-то привел, да? Делает бесполезно. А уж про психосоматиков тем более. То есть человек хоть приблизительно должен понимать, что вот это, может быть, все не так просто. И он там регулярно... У него болит горло не потому, что он все время вирус подхватывает, а потому что ему все время хочется на детей орать, а на детей орать нельзя. Чтобы человек хоть как-то это понимал. То есть выяснение концепции болезни пациента и о представлении о собственной способности влиять на симптомы. Значит, дальше, естественно, беседа о психологических факторах риска болезни, сути психологического лечения. Не лечение, да, консультировать. Метафорическое объяснение патогенеза заболеваний, влияние психического состояния на возникновение симптоматики и соногенных возможностях образного мышления. Ну и, естественно, выяснение ограничивающих факторов, то есть вторичные выгоды. Потому что, понимаете, если я даже каким-то необыкновенным образом уберу у психосоматического пациента его болезнь, не проведя экологическую проверку, то он такой невроз выдаст, что потом его будут лечить до конца. Или другое какое-то психосоматическое заболевание. То есть, значит, экологическая проверка обязательно должна быть проведена. Зачем человеку болеть? Какие проблемы он решает с ее помощью? Может он и готов ли он решать эти вопросы и проблемы по-другому, без привлечения своего психосоматического заболевания? Только при получении достаточно унятного ответа и когда вы видите, что человек понимает, тогда можно переходить к психокоррекции. Естественно, опять-таки, установление психологического контракта, то есть выяснение целей пациента, как он будет жить, когда болезни не будет. Вплоть до того, что времени появится очень много свободного. И куда он уже придумал, что он с этим временем будет делать? И язык пойдет учить или чего? После этого, когда эти этапы пройдены, для того, чтобы разобраться, как я уже сказала, ключевая – это вторичная выгода. Чтобы разобраться в проблеме вторичных выгод, необходимы две основные задачи. Определить потребности, которые удовлетворены благодаря болезни, и найти пути удовлетворения этих потребностей иными. Поэтому пациенту предлагается проделать упражнения, которые направлены на определение психологических причин болезни, прояснение ее смысла и оценку преимуществ болезни экологичным образом. Я вам сейчас предлагаю... Я надеюсь, что у каждого из вас есть какое-то психосоматическое заболевание. Это, наверное, нехорошо. Но тем не менее, я хочу предложить вам технику проделать просто сейчас. 5-10 минут, которая поможет вам понять, зачем вам нужна ваша болячка, какие проблемы вы решаете, откуда вы ее вообще взяли. Берете листочек бумажки. Техника называется «Список того, что я терплю». Значит, берете листочек бумажки один. Значит, подумайте о своей болезни, естественно, с которой вы хотите поработать. И напишите список всего, что вам приходится терпеть в жизни. Здесь нет важного-неважного. Да, это может быть, я не знаю, дождь, солнце, плохое или жаркое помещение, не тот цвет носков, маленький и высокий рост партнера по бизнесу, плохое место службы, вредный начальник. Все, что угодно. Вплоть до того, что там, я не знаю, перхоть в волосах. Да, ничего нет. На составление списка вам дается 5 минут. Значит, теперь возьмите второй лист. И разделите на две группы пополам. Да, вот так, ну, как табличку. Из двух колонок. И напишите на каждой колонке, напишите заголовок. Это я терплю и буду терпеть, потому что. И вторая колоночка будет называться Это я терплю и не хочу терпеть, потому что. И теперь разнесите, пожалуйста, весь написанный вами список на первом листе вот в эти две колонки. Причем желательно, вот потому что, причину желательно себе проговаривать. Это я терплю и буду терпеть, потому что. Ну, что-то, да. А это я терплю и не хочу терпеть, потому что. И первый список на две колонки. Берете тот список, который. Это я терплю и не хочу терпеть, потому что. Опять разделите лист на две колоночки. Вы будете сейчас делить вот этот список. И эти две колоночки будут иметь следующие заголовки. Это я терплю, не хочу терпеть и знаю, как изменить. И второе. Это я терплю, не хочу терпеть и не знаю, что делать. То есть четыре столбика? Нет, теперь вы берете вторую, вот эту. Это я терплю. Работайте только с этим списком. Это я терплю и не хочу терпеть. И вы его разносите тоже в две колоночки. Это я терплю, не хочу терпеть и не знаю, как изменить. Это я терплю и не знаю, что делать. Наверное, вам уже понятно, потому что. Вы берете второй список. Это я терплю, не хочу терпеть и не знаю, что делать. И отвечаете себе на вопросы. Каким образом ваша болезнь помогает вам терпеть то, что вы не хотите терпеть и не знаете, как изменить? И почему вы выбрали именно это заболевание себе в помощь? Собственно, вот такие полупроективные техники, они, как вы понимаете, очень могут быть эффективны именно в работе с психосоматическими пациентами, потому что они, во-первых, обходят психологические защиты, могут обходить, да, во-вторых, они, опять-таки, тут не слишком важен уровень алекситемии. Вот, значит, вот это я просто хотела показать вам один из примеров техники, которая может прояснять смысл и выгоды болезни, причем ради бога, значит. Вы тоже можете сказать человеку, если тебе неприятно, ты не хочешь, это для тебя, это пока не для меня. Пусть тебе не будет стыдно, что ты... Потому что вот этот элемент стыда у людей, когда они начинают понимать, что, ну, как бы, они сами творцы своего счастья, и вообще психосоматическое заболевание, это не оттуда, а вот отсюда, очень у многих возникает действительно чувство стыда. такое, ну, что ж я, что ж я дур совсем, да, что вот я все болею, болею я. Значит, поэтому, вот какие работаются общие техники с... Значит, общие психосоматические... Обязательно, обязательно с психосоматическими больными, пациентами, клиентами, у кого кто, обязательно психотелесные техники, обязательно. Чем хороши психотелесные техники? Вот они-то уж точно обходят психологические защиты, да, человек даже не успевает сообразить, о чем, что, собственно, происходит, а если человек почувствовал, он уже не может сказать, нет, этого не было, и я тоже видела, что он почувствовал, да. Ну, вот какие... Потому что, опять-таки, я лекситамию, это что? Это оторванность от своего тела, к тому же, да, как у меня одна клиентка, я о ней сегодня буду рассказывать, такой очень курьезный случай, я говорю, ты как личность у себя в теле где? Говорит, в голове. Я говорю, замечательно, а остальное тело это что? А это тумбочка для головы. И вот это у психосоматических... Это человек с очень тяжелой астмой. Это моя первая пациентка, которую я вылечила от гормонозависимой бронхиальной астмы, которая наболела 30 лет. Просто я сейчас буду про бронхиальную астму рассказывать, и про этот случай расскажу. Значит, общие техники, вот те еще на уровне контракта, да, то есть выявление главных преимуществ болезни. Историю болезни, опять-таки, очень хорошо, потому что не было действительно потери объекта. Какой был стрессовый триггер, да, что такое случилось, почему человек не справился с переработкой этого травматического материала, какое событие, почему оно для него было таким травматичным. То есть мы потихонечку начинаем обрисовывать контуры индивидуальной модели мира. Ну, определение смыслов и выгод болезни, это, ну, примерно по тому списку, который я бы приводила, да, получить любовь, уйти от проблем, чтобы все отстали, ну, еще что-то. Псехотелесные техники, значит, это очень хорошие техники. Значит, первое, это диалог со своим телом, да, потому что, ну, это вообще бывает просто тут, как это, с планеты Марс, да, как диалог с телом, это вообще как возможно, да, опять-таки из-за высокой алекситомии, у психосомы, это вообще в нашей культуре, мы же все знаем отношение к телу, да. Значит, дневник мудрости вашего тела можно попросить человека писать, значит, писать дома, как домашнее задание, в чем и как тело ему помогает, где оно ему что подсказывает, где оно, то есть учить, 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 слушать свое тело, потому что почему алекситомия такой плохой прогностический фактор риска для возникновения психосоматики, потому что человек не слышит свое тело до тех пор, пока оно уже не заболит, так что действительно только отрезать. Значит, опять-таки уважение и любовь к своему телу, что опять в нашей культуре не слишком, да, распространено. Где вы ощущаете, где вы ощущаете гнев, страх, любовь, горе, да, потому что локализация вот этих вот, локализация эмоций, она тоже чрезвычайно важна, потому что, например, не знаю, кто-нибудь из вас знает, где у нас в теле сидят социальные страхи? Нет, сердце у нас любовь. Социальный страх в диафрагме, в диафрагме, причем это единственный телесный зажим, которого нет у животных, он есть только у человека, да, вот здесь вот под ложечкой сосет, вот это социальный страх. И вот неплохо, вот очень хорошо такую вот научить человека рисовать вот такую вот карту своих ощущений, да, что, что, где, там, как, почему, где тепло, где холодно, да. Ну, естественно, общение с... Значит, причем, значит, если общие техники, понятно, их можно сделать в хорошем варианте один раз, да, потому что, ну, ну, если только будет понятно, что, ну, что-то такое, да, не тот, не правильный, не верный результат, можно их сделать еще второй раз, то психотелесные техники можно делать на всем протяжении консультирования, психотерапии, до тех пор, пока вы не почувствуете, что человек действительно чувствует то, что он должен чувствовать. Значит, на самом деле, при работе с психосоматическими заболеваниями, с психосоматическими пациентами применяются абсолютно все направления и методы психокоррекции и психотерапии. Очень часто применяются еще почему-то сугестия, но вы знаете, я сугестию очень не люблю, сугестия и гипноз, поэтому я ее сюда даже не занесла, понимаете, потому что сугестия и гипноз, она может убрать симптом, но она может убрать симптом, с другой стороны, она может поднять такой внутренний материал, к переработке которого человек совершенно еще не готов, то есть это опять-таки принудительно взять и проломиться через психологическую защиту. Это мое личное мнение, если кто-то хорошо работает в сугестии, ну, как говорится, флаг в руки. Здесь я разнесла на два списка, потому что с моей точки зрения, с психосоматическими пациентами, то, что идет первый списочек, маленький, выделен жирным, эти техники работают лучше, потому что они в основном невербальные, и они апеллируют, опять-таки, к нашему правому полушарию. Да, ну, все, я думаю, что рассказывать суть каждой техники, я думаю, если нет, кому-то очень, кому-нибудь интересно, я могу что-нибудь рассказать, да, потому что я работаю практически во всех, более-менее знаю все. Значит, то, что ниже, это на самом деле, я тоже очень люблю когнитивные практики, которые апеллируют к левому полушарию, но с психосоматиками, с ними тяжело, да, если еще с невротиками, а особенно если это невротик, которому нужна на самом деле просто информация. Вы знаете, такие тоже бывают. Это удивительные совершенно случаи, когда человек буквально там через два раза общение говорит, все, я все понял, я пошел. И действительно у человека все становится действительно абсолютно хорошо. Да, то есть человека просто не было информации, человек просто не знал, как и что может быть устроено, да. Ну, значит, вот из таких вот как бы нетелесных, вот нейролингвистическое программирование, ну, оно действительно очень, это очень мощная, конечно, методика, и она, как, с моей точки зрения, она сочетает в себе, да, вербальные и невербальные методы, тем более, что в нейролингвистическом программе, но его применение именно к психосоматическим заболеваниям, у нас написано уже, наверное, много книг, вы, наверное, даже их знаете, господи, Ковалев. Ковалев, у него замечательные совершенно, правда, по психосоматике это уже такая не новая книжка, но я думаю, что ее пересдают, великолепное приложение, вот есть же еще такая книжка «НЛП и здоровье», это переводная, да, а он как-то вот свое видение, свое изложение очень хорошо, да, очень рекомендую, если кому-нибудь нужно. Ну, понятно, да, и все остальные, все. Какие-нибудь вопросы есть по этим спискам? Ваша любимая? Ваша любимая? Моя любимая? Сейчас скажу. Ну, во-первых, я являюсь автором, я ее сюда не занесла, я являюсь автором, разработчиком такого направления в телесной терапии, ритмодвигательной психотерапии. Это синтез танцевальной терапии, телесно-ориентированной терапии и аэробики. Поскольку я сама много лет занималась, преподавала аэробику, я вот это дело, значит, подвела там тоже теоретическую базу, как, чего, все, вот. Так что, значит, я телесные практики, я очень люблю. Значит, из вербальных, я очень люблю транзактный анализ, я очень люблю психосинтез, и я очень люблю когнитивно-поведенческую терапию. Вот из этих. Наверное, они, ну, опять, понимаете, каждый же выбирает себе то, что у него лучше работает. Почему? Ну, откуда я знаю, да? Расскажу я вам про бронхиальную астму. Значит, просто про другие нозологии, как вы понимаете, я, естественно, просто не успею. Значит, бронхиальная астма – это первое заболевание внутренних органов, которое стали изучать психоаналитики. Еще в 13-м году Пауль Федер на заседании Венского психоаналитического общества сделал доклад, в котором сообщил, лечившись у него методом психоанализа, больным бронхиальной астмой. Основные психоаналитические концепции в отношении бронхиальной астмы. Особое значение имеют обоняние и рот, как эрогенная зона, которая вследствие высокого уровня сексуальности в детском возрасте приводит к песс-соци-лебигоно-дыхательному тракте. Значит, это психоаналитическая концепция. Значит, сейчас считается, что основной психодинамический конфликт бронхиальной астмы. Почему бронхиальная астма чаще возникает у детей? Это запрет на плач. Потому что те, у кого есть дети, вы знаете, что такое плачущий ребенок. Те, у кого нет, тоже, наверное, представляют. Естественно, попытка сделать так, чтобы ребенок не кричал. Хотя очень часто есть ошибочное такое мнение, что раз ребенок кричит, значит, с ним что-то не так. Вот это не так, как выясняется. Да, когда ребенок кричит, он выражает свои эмоции. Эмоции у него могут быть вполне положительные. И если при этом мама еще, ну ладно, она там его не трясет и не кричит, что замолчи немедленно, но если мама реагирует просто тревожностью, очень сильной повышенной, кричит, значит, что-то не так. Заболел, все, кранты. Ребенок этот тут же считывает мгновенно, да, и понимает, что нет, наверное, лучше не кричит. То есть астматический приступ, это как вот подавленный импульс плача. Значит, существуют основные семейные психологические механизмы патогенеза астмы. Это первый, истероподобный. Это когда больных отличает повышенный уровень притязаний, ну, как все нормальные истерики, да, устраивают, значит, театр одного актера, да, все вокруг них прыгают, значит, результат достигнут. Внимание, если нужно было не просто внимание, что-то конкретное тоже, да, то есть, запятки истерички. Второе, неврастеноподобный вариант. Это имеет значение внутриличностный конфликт с входной с таковым и больным неврастении. То есть идет какой-то внутренний конфликт, когда что-то такое произошло, что понизило человеку самооценку, или что-то им очень не понравилось, или кто-то ему что-то не так сказал, да. Значит, да, личностные ресурсы, да, если не хватает личностных ресурсов, опять-таки справиться с ситуацией на уровне том, на котором она, собственно, не должна разрешаться, значит, идет приступ, приступ бронхиальная астма. Ипохондрический механизм. Больные, как правило, с детства воспитываются всеми с атмосферами культоболезни. Ну, мы все знаем, что такие семьи существуют, и, к сожалению, совсем не так редко, как хотелось бы. И четвертое, это шунтовый механизм, да, от слова шунт-стрелочник, когда ребенка используют как арбитра в разрешении родительских конфликтов. То есть, когда это вот все психосоматогенные семьи, в которых вот один из этих механизмов, обязательно, потому что действительно, понимаете, заболеваемость бронхиальной астмы у детей, она в разы, в десятки, на порядок, я бы так сказала, больше, чем у взрослых. Соответственно, наверное, это же в этом же тоже есть какой-то реликий смысл. Личностные черты, которые, как считаются, предусплакают развитие фиксации дыхательных нарушений. Низкий уровень фрустационной толерантности, достаточно устойчивость к стрессам, инфантилизм, склонность к блокированию эмоциональных переживаний, хрупкость и незрелость психологической защиты, неадекватное представление о себе, увеличение коммуникативной значимости языка тела, низкий уровень осознавания, замечания актуально переживаемых эмоций. Опять-таки, понимаете, весь комплект из такого специфического психодинамического конфликта, это действительно прерванный плач. Так, я сейчас посмотрю, что у меня там дальше. А, ситуации. Да, ситуации, в каких ситуациях бывает, кроме тех механизмов, которые я перечислила, что недостаток тепла в окружении ребенка. Ребенок привлекает внимание, естественно, заболевает, заболевает он вот так. Запрет плакать, о чем я уже говорила. Да, и вообще просто чрезмерные запреты. Да, ему не дают свободно дышать. Значит, у взрослых такие невротические реакции возникают из-за семейных или деловых проблем. Им кажется, что им не хватает воздуха, что, в принципе, не является астматическими приступами. И, значит, вот родительские семьи больных бронхиальной астмой очень часто характеризуются сдержанностью в проявлении эмоций у ее членов. Все опять в копилку алекситомии. То есть, я сама ничего не понимаю, что я чувствую. Ну, и, соответственно, я не буду поощрять этого ребенка, я этого просто не знаю. Ой, так, пардонитесь. А, нейролингвистический... Что? Вот я как раз работая с бронхиальной астмой, я хотела просто на примере бронхиальной астмы показать вам, какие, значит, методики нейролингвистического программирования очень хорошо там работают. Хотя они работают на любом психосоматическом заболевании, фактически. Ну, во-первых, репрезентативные системы. Аудиалы, визуалы, киноэстетики. Да, кто я, как я воспринимаю, как я фильтрую. Значит, ассоциации и диссоциации. Представляем состояние здоровья. Потому что, значит, лучше от болезни, то есть, вот как говорят, повесить вот сюда наблюдателя и наблюдать. Как же это я так здорово со своим телом обхожусь вот с этой болезнью. То есть диссоциироваться от болезни, а не быть в нее погруженным там целиком и полностью. Да? И Кариня. Так, простите, вы знакомы с базовыми нейролингвистическими НЛП, с базовыми? Знакомы, да? Потому что, ну я, нет, это самое, здесь вроде не сегодняшняя тема. Значит, работа с убеждениями. Моделируем состояние здоровья. Потому что убеждение о состоянии здоровья это мощнейший совершенно либо ресурс, либо совершенно наоборот, который либо удерживает наше психосоматическое заболевание, либо помогает от него избавиться. Да, поменяли убеждения. Опять-таки, убеждения о том, что такое быть здоровым. Какие ограничения? Какие ограничения у больных и какие ограничения у здоровых? Что ты можешь как больной человек, что ты можешь как здоровый? Ну, естественно, движение к цели. Желаем состоянию здоровья. То есть, желаем состояние здоровья надо себе как минимум как слайд нарисовать. Изменения личной истории. Вот эту технику, которую я очень люблю, потому что она работает фантастически. Ну, после того, как я узнала, что вся наша история зашита в нашей нервной системе, то я поняла, почему она так работает. Но это действительно результаты фантастические совершенно. Причем, это вот человек сейчас, ему может быть 40 лет, ему может быть 45 лет, там где-то незакрытый гештальт, потому что человек, когда вспоминает о какой-то ситуации, начинает плакать. Все понятно. Значит, эту дырку надо закрыть, потому что она, как она влияет на сегодняшнюю жизнь, это вообще непонятно. То есть, в самом деструктивном образе. Значит, рефрейминг того, что мы называем стрессом, ну и завершение, это логические уровни здоровья. Ну, а теперь я, как бы, в конце для, не знаю, для веселья, что ли, хочу рассказать вам вот про эту свою пациентку, клиентку с панхиальной астмой. Значит, женщина болела на тот момент, когда я с ней познакомилась, она болела бронхиальной астмой 30 лет. Заболела она в 3 года, когда у нее умерла мать. Это бывает довольно часто, то есть ребенок себя таким образом наказывает, может быть, там были еще какие-то причины для этого, тем не менее. Очень тяжелая у нее была бронхиальная астма, когда она была подростком, и на тот момент, когда я с ней познакомилась, она уже сидела на эофилии, если я правильно помню. Значит, это было в городе Новороссийске, я была там в отпуске, значит, я с ней работала 4 двойных выходных дня, ну, сколько-то клиентской работы получается. Плюс, что я еще сделала, я вытащила из интернета и привезла ей такие научные статьи, ну, именно, чтобы видом было, что это научные статьи, о том, что бронхиальная астма это психосоматическое заболевание. А надо сказать, что эта женщина, она относится к типу эпилептоидов. А у эпилептоидов есть одна такая особенность, они совершенно безоговорочно верят в печатное слово. То есть, ну, значит, поработала я с ней, оставила ей эти материалы и уехала в Питер. Приезжая на следующий год, в это же самое время, говорю, Наречка, ну, как твоя астма? Она говорит, а нету астмы. Астмы нету. Даже сопровождающих ее аллергических реакций, которые меня очень мучили, там, из носа все время лило. Я говорю, боже мой, какой я прекрасный психотерапевт. Да вот, да-да-да. Говорю, Надечка, ну, скажи же мне, пожалуйста, чем же я тебя вылечила? Она говорит, ну, да, ты мне дала такие материалы про то, что астма психосоматическое заболевание. Я почитала и подумала, я что, псих, что ли? Все. Вы знаете, это не анекдот. Это вот, это истинная правда. И все, и с тех пор у нее там ни сном, ни духом, даже не близко. Ну, у нее там была куча вторичных выгод по поводу этой астмы, чтобы муж курил на лестнице, чтобы не ночевать там. Я не хотела ночевать. Это все понятно, это было. Но, тем не менее, это мы с ней разобрали. Да, она согласилась. Да, может быть, это тоже как-то сработало. Но вот сам, ну, да что ж, я псих, что ли? Ну, вот, на этой радужной ноте я бы хотела завтра готовить и найти меня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ